Эту выставку готовили более полугода. Представить живопись 16-го столетия в нашем городе оказалось не так-то просто. Уникальные предметы изобразительного искусства, эпохи позднего возрождения и барокко, прибыли в Челябинск из Государственного музея истории и религии. Особый температурный режим, увлажнитель воздуха и бережные отношения к каждому экспонату говорят о особой значимости экспозиции. Это живопись такого уровня, она не приспособлена к тем личным условиям, в которых мы с вами живем. Даже сейчас в Италии в домах температура не более 14 градусов. Чтобы живопись не подвергалась разным температурным колебаниям, она любит один, примерно одинаковый температурный режим. Перед лицом войны, во время тяжких потрясений и бед, люди обращаются к Богу в поисках защиты и верного пути. И все эти искания отражаются как в произведениях искусства, так и в других артефактах той эпохи. Вот это вот уникальные, конечно, экспонаты. В прошлый раз не удалось в музее привезти вот этот комплекс, то есть там доспехи 16 века из Нюрнберга. Два щита и меч – это, конечно, потрясающее зрелище. 16 век – это пять столетий назад почти, да, вот в центре Европы такое могли изготавливать. Знакомые библейские сюжеты в произведениях живописи у каждого гостя вызывают свои эмоции. Эта выставка мне напоминает выставку 16-17 века, галерей, национальной галереи в Лондоне на Трафальгарской площади, где мне удалось побывать в 2009 году, и поэтому у меня очень хорошее впечатление и прекрасные воспоминания. Я вижу классические сюжеты библейские, это то, что я всегда любила смотреть и у известных художников, и в других картинных галереях, и в мировых в том числе. Здесь очень профессиональные, вот смотрю, дальше написано, неизвестный художник, думаю, надо же, я как будто вот старых мастеров известных. Кроме картин в экспозицию вошло более десятка предметов, созданных в период с середины 16-го до 19-го веков. Скульптуры, чаши, вазы и подсвечники. Выставка получила название «Небесное и земное». Контраст обыденного и духовного – основной литмотив экспозиции.